Ну, я хочу, чтобы на выходе вы лучше, чем сейчас, понимали, что такое конечное поле. И если вы еще даже этого не знаете, то это самый прекрасный момент познакомиться с тобой. Потому что сегодняшняя, ну, в общем-то, вся система передачи и хранения информации, просто вся поголовно, основана на трюках в этом конечном поле. Точнее, в этих конечных полях. И, ну, в качестве нашей мотивации, что мы сегодня должны доказать в результате изучения этих конечных полей, но на самом деле, потому что я хочу сказать, что на самом деле конечные поля просто сами по себе интересные, красивые. И везде, где нужно хранить информацию, передавать и секретничать, там, как-нибудь по секрету, да, по секрету всему свету, да, какая-нибудь страна скрывает из другой страны что-то, да, она пишет какой-нибудь шифр. Вот эти все шифры, они все производятся в конечных полях. Поэтому это самый главный продукт. Но чтобы вы на выходе почувствовали, что вы узнали что-то новое про обычные числа, не про котей, которые мы сейчас с вами рассмотрим, а про обычные, мы докажем в результате малой теоремы Ферма. Так, значит, поднимите, пожалуйста, руки те, кто когда-либо слышал, что такое конечное поле. Так, Олег, конечно, слышал. Так, теперь следующий вопрос. Поднимите руки, кто слышал, что такое малая теорема Ферма. Не великая, а малая. Теперь я ее сформулирую, и вы поднимите руки, если вы видели это утверждение. Я просто нащупываю. Это абсолютно нормально, если никто никогда с этим не встречался, мне просто нужно понять, ну, как бы, с какого места начинать. И если мы будем начинать с гуля, это совершенно нормально, абсолютно. Значит, утверждение, которое будет доказано в результате изучения этих странных объектов под названием конечное поле, это такое утверждение. Для любого простого числа... Так, поднимите руку те, кто знает, что такое простое число. Вот, совсем другое дело, да? Вот, нет, от этого мы и условно можем отталкиваться и будем. Итак, для любого простого Па, так, и любого натурального числа А, уже совершенно любого положительного целого числа, А в степени Па минус А делится на П. То есть дает тот же остаток пределения на П, что и число А. Если я любое число возведу в простую степень, то остаток отделения на это число П будет тем же, что и у самого числа. Вот эти числа будут одинаковые. Поднимите руку, кто когда-нибудь это видел. Ага, уже появляются леденые руки в зале. Вот мы сегодня ее и докажем. Но для того, чтобы ее доказать, нам нужно пройти довольно большой путь. Так, сейчас будем по очереди. Чтобы рассказать, что это конечное поле, надо рассказать, что это такое поле, правда? Что мы можем делать с обычными целыми числами? Вот я написал, натуральные числа идут направо, да? Потом идет ноль, потом налево идут отрицательные числа. И мы можем выполнять с обычными числами некоторые операции, вполне понятные и простые. Мы можем их складывать, да? Почитать. И что еще делать умеем? Наказать камень. А делить умеем или нет? Ну, не все. Да, правильный ответ такой. Да, иногда умеем. Но не всегда. 9 на 3 разделить можно. Получится 3. А 7 на 3 разделить нельзя. Точнее, можно, но это будет дробь. Это будет число совершенно новой природы. Не из перечисленных в ноль здесь. Так вот. Так вот, чтобы всегда получалось делить, человечество много-много тысяч лет назад изобрело понятие дробь. То есть отношение двух целых чисел. М разделить на R. Вот. Пифагор говорил так. Все есть число. То есть, любое измерение, которое мы можем произвести, с чем-либо, где-либо на Земле, в воздухе, на небе, всегда приводит к числу, то есть к какому-то выражению типа M делить на R. Дальше произошел казус, состоящий в том, что когда они очень аккуратно попытались измерить длину диагонали квадрата, у которого сторона была равна единице, ну, единичное, так сказать, единице измерения у нас есть, какая-то единица измерения, мы ее берем, строим квадрат, ну, и как вы думаете, сколько здесь у них должно было получиться, сегодняшним языком говоря, какой длины это должно быть? Курь из двух. Курь из двух, молодцы, да. Так вот, исследование этого числа, которое по определению в квадрате должно давать 2, да, то есть по определению, порно-визу, ровно такое, число, которое в квадрате дает 2. Исследование его арифметической природы привело к тому, что оно не является дробью. Сперва, в Погоровом кружке, к этой информации отнеслись в штыки. И между собой участники этого кружка запрещали, значит, то есть между собой знали, никому не говорите, да, это такая тайна для посвященных, что есть числа, которые не числа, да. Есть, точнее, ну как, для них число от начала дроби, все. И утверждение, все есть число, это было идеологическим утверждением, не научным, а идеологическим. Они верили в то, что любую величину можно задать дробью. И они ошиблись. Это оказалось неверным утверждением. Корень из двух задать дроби не получилось, но я сейчас не буду это доказывать, потому что я хочу в эту сторону идти. Вместо этого я просто отмечу, что если рассмотреть все дроби, все вообще, МН целые. Ну, или можно считать, что МН при этом положительное, потому что если бы, ну, довольно мы делить не умеем, а если мы делим на три церкви, то знак минус может загнать вверх. Вот. И тогда мы можем рассмотреть просто множество всех чисел, которые такую форму имеют, да, типа одно разделить на другое. Рассмотреть. Множество всех таких чисел, оно обозначается вот такой вот буквой красивой математики, все какими-то буквами обозначается. Вот это, например, буквой Z. Z с таким двойной палочкой. А натуральное число, буквой R с двойной палочкой. А вот эти вот, буквой Q. А еще есть там буквой R. Это все вообще вещественные числа. Все числа, которые... Вот на самом деле все числа, которые могут обозначать результаты измерений, это все вещественные числа. Это все длинные отрезки, как бы, говоря. Вот. Ну и вот, соответственно, Вот в этой системе чисел уже выполнимы всегда все операции. Плюс, минус, умножить и разделить. То есть, какие бы две дроби я ни взял, я могу вычислить результат суммы двух дробей, и это тоже будет дробь. Я могу вычислить разность двух дробей, и это тоже будет дробь. Произведение двух дробей, дробей будет дробь. И отношения, кроме того, в случае, когда я пытаюсь делить на 0. Вот это как-то запрещается, мы не делаем ни дроби. Вопрос, да? Давай. А, значит, вещественные чисел. А минимумные числа относятся к веществам? Нет, это уже новые, да, это новые, которые пришлось вводить, когда поняли, что недостаточно просто уметь все измерять. Надо еще работать с этим измеренным материалом, часто составлять некие уравнения, и когда решаешь уравнение, оказывается, что вещественных уже недостаточно. Вот. Отлично. Итак, у нас есть система чисел. Все дроби. Все, которые можно таким образом составить, то есть, чтобы целое делилось на целое. Ну, и, соответственно, дроби, да, это, ну, замкнутая вселенная, такая, универсальная вселенная чисел. Любые аэропетические действия оставляют дроби дробями, да, то есть, вы берете две дроби, вставляете в любое аэропетическое действие, на выдвиге у вас будет дробь. Вопрос. Можно ли придумать тоже полностью замкнутую относительно этих операций систему чисел, но конечную? То есть, в которой только конечный список элементов. Вот это вот слово «конечная» означает, что в системе чисел, которые мы сейчас будем строить, будет всего лишь конечное количество чисел. А дроби, понятно, бесконечная. Вот. А слово «поле» отвечало ровно за вот эти четыре операции. «Поле» — это где можно выполнить по обычным правилам игры, там есть целый ряд правил игры, перестановочность, да, перестановочный закон, сочетательный закон, там они свои названия в русском тематике, распределительный закон, да, вот, для сложения, для умножения, распределительный между ними. Ну, в общем, все, что мы умеем делать с обычными числами, мы должны делать вот с этими новыми. Ну, а давайте я приведу пример такой системы. Прямо сразу приведу пример, а потом мы будем этот пример обобщать. Я называю числом буквку «Ч» и буквку «Н». У меня ровно два числа. «Ч» и «Н». «Ч» объявляется нулем, на который будет нельзя делить, а «Н» — это как бы такое число остальное, не ноль, единственное. Ну, это «Ч» и «Н» от слова «чет» и «ничек» на самом деле взятые. И я должен научиться их складывать, вычитать, умножать и делить, и убедиться в том, что действительно, как бы, ну, эти все операции не будут водить за предел. Ну как складывать чёт-нечет, вы знаете, правда? Чёт плюс чёт равно чёт. Нечет плюс нечет равно чёт. Нечет плюс чёт? С разностью ровно то же самое, потому что для чёт и нечет плюс и минус – это, в общем-то, одно и то же. Дело в том, что как бы так как нечет плюс нечет – это чёт, то получается, что как бы у нас, когда мы что-то вычитаем, это чёт минус нечет. Чёт минус нечет. Я могу написать это так – это чёт минус нечет минус нечет плюс нечет. А эти два в сумме – это чёт уже. Поэтому то же самое, что чёт плюс нечет. Здесь знак плюс и знак минус не различаются в этой системе. Но это только вот здесь. В дальнейшем мы будем рассматривать более сложные числовые системы. Там уже плюс и минус, конечно, различаться будут. Но вот для этой пары не различается. Так, с умножением что у нас? Чёт на чёт? Чёт на нечет? Чёт на нечет. Правильно. Нечет на нечет? Нечет на нечет. Прекрасно. Это вполне соответствует тому, что мы чёт назвали нулём. О, смотрите, летает кто-то. Ноль при умножении на любое число должен давать ноль, по правилам игры. Правильно? Так и есть. Если мы чёт отделили нулём, то при умножении на чёт он даёт чёт, и при умножении на нечет тоже даёт чёт. Вот. А нечет – это не ноль, и он при умножении на нечет даёт ноль. Ну а делить на чёт мы не можем, а на нечет можем. Пожалуйста. Чёт делить на нечет – это чёт, а нечет делить на нечет – это нечет. Всё. Значит, это поле. Следующий пример. Здесь у нас тряпочка. Пока я переверну, да? Так. Ну или пока я приведу ещё один пример. Ноль, один и минус один. Я сейчас вам везёт, что это тоже поле. Сейчас мы с вами научимся в нём действовать, потом вы уже поймёте, что происходит, и скажите мне, какое будет следующее поле. Может быть, даже при этом совершить ошибку, а может и нет. Значит, смотрите. Как будем складывать числа? Да. Но если у меня есть ноль среди складываемых, то, конечно, получится то, которое мы прибавляем к нулю, правильно? К которому прибавляется ноль. То есть ноль плюс один – это один, ноль плюс минус один – это минус один. Один прибавить минус один – тоже понятно, что будет… Сколько будет? Ноль. А вот что будет один плюс один? Ну-ка. Думаем. И минус один. Правильно, минус один. А вот других шансов нет. Ясно, что не один, потому что иначе вы сокращаемо получили, что один равен нулю. Ну и ясно, что не ноль, иначе зачем нам это минус один вообще здесь написано? Грубо говоря, да? А минус один плюс минус один – это, соответственно, будет один, наоборот. Ну и кто догадался, что, на самом деле, за система здесь написана? С умножением, кстати, еще проще. Умножаются просто как умножаются. Прямо, вообще. Вот ровно так, как они умножаются. Они никогда не выводят за пределы 0, 1, минус один в умножении. То есть умножать можно как обычные числа. Вот эти прибамбасы связаны только с множением и вычитанием, а умножение производится просто как с обычными числами. 0 на любое равно 0, 1 на минус 1 – это минус 1, 1 на 1 – минус 1 на минус1 – будет 1. Ну что, что это? Двоечную систему? Нет, двоечная была вот здесь. А теперь? Три. Правильно. Или, иными словами, это остатки отделения на три. Только вы, конечно, привыкли к тому, что остатки все положительные, да? Скорее всего, в школе учат, ну, точнее, не скорее всего, точно знаю, так, сейчас надо заступить, чтобы переверну к нам проще все остатки. Вот в школе учат тому, что остатки отделения на три – это 0,1 и 2. Правильно? В математике, в высокой математике, 0,1 и минус 1 так же подходят, как и 0,1 и 2, потому что минус 1 дает остаток 2 в определении на 3. То есть он, как бы, с точки зрения остатка, он не отличается от двойки. На самом деле, я мог бы написать 0, 4 и, например, 8, да? И это была бы та же самая система чисел в точности, потому что мы не различаем чисел, которые дают один и тот же остаток при делении на 3. То есть правила игры такие, мы берем все целые числа, все, которые есть, отрицательные и положительные. Но теперь правила игры такие, что мы не различаем два числа, дающих один и тот же остаток при делении на 3. Следовательно, в частности, нулём оказывается не только сам 0 лично, да? А кто ещё? 3. Ещё? Все числа кратные. Правильно, все числа кратные. 6, 9, минус 3, минус 6, минус 9. Это всего 0, это одно и то же число. А единица, она же четвёрка, она же минус двойка, она же семёрка, да? То есть эти все числа, они нами больше не различаются, мы их называем одинаковыми. Ну и, соответственно, все правила сложения, высчитания, умножения, деления, всё с нами. Можно делить на любое число отличное от нуля. Если вспомнить, что двойка это минус единица, то просто делите на эту минус единицу и смотрите, что будет. Ну и вообще, если вы хотите привести какое-то число к вот этой системе, берёте остаток при делении на 3, а если привести к вот этим, то просто двойку как бы называйте минус единица. О, спасибо огромное. Вот. Ну что? Что будет следующим примером поля, как вы думаете? Какие числа? Остатки отделения на... Вот мы и ошиблись. Вот это не поле. Почему? Остатка 4 это остатка 2? Нет, остатка 1 на 4 это более сложная система, чем остатка 1 на 2. Это 0, 1, 2 и 3. Но всё-таки здесь не получится. Не получится делить. Не всегда получается делить. Не всегда получится делить. Но вот приведите пример каких-нибудь двух остатков отсюда, таких, что мы пытаемся делить не на 0, но не получается делить. Да? 3 делить на 2. Отлично. 3 делить на 2 не существует. В самом деле попробуйте найти. Вот просто как бы в конечных системах всё очень просто, можно всё перебрать. Если вы ищете какой должен быть результат вот этого числа, по определению, что такое 3 делить на 2? Это такое число x, что 3 равно 2 умножить на x. Правильно? Давайте искать. 0 подходит или нет? 2 умножить на 0 это явно 0. 1 подходит? Нет, 2 умножить на 1 это 2. 2 подходит? 2х2? 4. То есть? Нет. То есть 0. 4 это 0. 2х2 в нашей системе это 0, потому что мы не различаем делищность на 4. Так, а 2х3? Нет. 2. 2х3 равно 2, потому что 6 это 2. Тем самым при умножении на 2 получаются только такие и такие, а вот эти и вот эти не получаются никогда. Поэтому, как правильно заметил, как тебя зовут? Тимофей. Как правильно заметил Тимофей, 3 разделить на 2 в нашей системе нельзя. А следственным полем оно не является, потому что в поле нужно, чтобы было возможно разделить все на все, кроме случая отделения на 2. Так. Останки отделения на 5. Отлично! Отличная выгадка. Давайте рассмотрим остатки отделения на 5. На 4 мы забраковали. Да. Сейчас будем разбираться с пятеркой. Так. Стираем, стираем. Это не поле. Стираем его. Нам его не надо. Нам нужно только поля. Так. Пишем. 0, 1, 2, 3, 4. Или, если честно, в математических книгах обычно 0, плюс, минус 1, плюс, минус 2 пишут. То есть, залезают и в плюс, и в минус. Так вот, симметрично туда и сюда. В таких случаях. Ну, это так. Просто вы привыкайте. Оставки в математических книгах это будет и с плюсом и с минусом. Просто как можно меньше берут такой диапазон, как можно меньше их по моду для чисел. Потому что их надо все время там перемножать и складывать. И проще делать это с маленькими по модуле числами. А в школе учат, что вот они остатки. Но это не важно. Потому что тройка это минус 2, а четверка это минус 1. И все. С точки зрения делимости на 5 это, естественно, одно и то же. Итак, действительно, давайте просто составим таблицу умножения, чтобы понять, что все всегда получится. Да. Я уже, наверное, открою вам очевидный секрет. Состоящий в том, что на любое число, если мы будем брать остатки, вот какое бы ни было число, если мы берем остатки от деления на это число, то плюс, минус и умножить выполняются всегда, без всяких проблем. То есть вот эти три операции не вызывают вопросов. Всегда можно сложить просто остатки как числа. И после этого, ну, получится целое число. И мы берем остаток от деления этого получившегося целого числа уже на вот наше m. Так же происходит с вычитанием и так же ровно происходит с умножением. Умножение же не выводит за пределы целых чисел, правильно? Вот и все. Значит, мы результат берем, скажем, мы хотим вычислить, сколько будет 75 умножить на 23, а сколько это дает при делении на 100. Вот и мы хотим выяснять систему при делении на 100. И мы хотим взять 75 и 23. Ну вот мы просто перемножаем и откидываем все кроме последних двух цифров. Ну, двузначных числа, которые стоит на конце. Оно и будет результатом. Потому что если я вычту эти два, ну, число из двух цифр в конце, то получится число, а качество двумя нулями. Оно, естественно, делится на 100, значит, для нас оно как бы как ноль. Вот, то есть все операции, кроме деления, выполнимы всегда, как говорят математики, по любому модулю m. У меня есть друг, его зовут Максим Коваль, он ведет школу, такая контора, возможно, вы ее уже знаете, а может еще узнаете. Он называет это операция сложения, вычитания, умножения в очках калибра m. То есть вы надеваете очки, в которых числа, различающиеся на кратное число m, для вас одинаковые. Ну и вот возникает, соответственно, конечный список чисел. И вот эти вот, вот эти операции всегда без проблем выполнимы, вот эти вот операции. А вот, а вот операция деления вызывает проблемы. Иногда вызывает, а иногда не вызывает. И вот в случае 5 не вызывает, в случае 4 вызывает. Давайте напишем все ненулевые оставки, но на ноль мы не будем пытаться делить. Вот давайте просто таблицу умножения построим и все, все посмотрим. Строим таблицу умножения. Так, ну что, пролетуете меня, а заодно потерируемся. 1, 1, 2, 3, 4, 6, 2, 2, 1, 1. 6, по модулю 5, 6 и остаток 1 на 5. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 4. И здесь? 4, 3, 2, 1, 1. Значит, замечаете, да, конечно, что тут идут подряд здесь в другую сторону, здесь через два, здесь как бы в обратную сторону получается, через три. Только со скоком каждый раз на 5 х. И я утверждаю, что всегда можно все на все поделить, в самом деле в каждой строке есть все числа, вообще все четыре ненулевых остатка. Как тогда делить? Ну смотри, берем и делим, например, 2 на 3. Что я хочу сделать? Я хочу найти здесь, вот в этой строке, найти двойку. Вот она, да? Я ее нашел. Она в четвертом столбце стоит двойка, да? В строке номер 3 двойка стоит в четвертом столбце, что и означает, что трижды 4 равно 2, а значит, ой, ну да, значит 2 разделить на 3 равно 4. В самом деле, 2 разделить на 3, конечно, равно 4, вот, потому что проверяете, и так и получается, вот. То есть всегда можно, потому что в каждой строке все числа, и чтобы на что не делили, каждое число можно найти в каждой другой строке, и результат номер столбца просто и будет результатом деления. Итак, нам прекрасно подходит в качестве конечного поля, давайте я обведу обозначение. Множество всех остатков в математике вот так обозначается, и может это и сложно, но это очень легко запомнить и понять. Вот это просто все целые числа, а это все кратные числа m, m умножить на z. Я прямую растянул, да, как резиновую такую, длинную, длинную, бесконечную ниточку, растянул в m раз. А это означает, что я не буду различать такие. Вот когда я вот так вот делю в математике, да, вот это вот, если я множество делю друг на друга, вот, это надо называть переход к факторам множества, это такой, как бы, сюжет, который везде повторяется в высокой математике, это означает, что эти числа рассматриваются только с точностью до вот таких. Если два числа разности их лежит здесь, то я их не различаю. Ну вот, так вот, мы уже несколько полей видели, вот такое поле, которое состоит из черт-мечет, ну или, если хотите, 0,1. Вот такое поле, которое состоит из остатков отделения натрия, ну оно же 0 плюс минус 1. Четверку пропускаем, будет пятерка, 0 плюс минус 1 плюс минус 2. Вопрос, шестерку мы будем пропускать или нет? Будем. Почему? Потому что она четная. Четная уже на 2, все, с двойкой будет проблема, да, с двойкой будет уже проблема, ясно, что четные числа все нам дадут проблему, двойка при умножении на половину от шестерки, то есть на 3, будет давать 0. И это означает, что там в этой строке мы не найдем всего. Ну ты, следующую фразу, как тебя зовут? Дима. Дима, ты следующую фразу сказал, уже совершенно точную. Что? Оно непростое. Оно непростое. Значит, ответ на самом деле такой. Полями будут все вот такие, при простых P. Все. При непростых не будут, при простых все будут. То есть, если я нарисую таблицу умножения, вот по модулю данного простого числа, 18, 23 или 101, или какой угодно еще, то в этой таблице умножения у меня ситуация будет повторять вот эту ситуацию, то есть в каждой строке на самом деле будут все числа. На самом деле это утверждение не такое уж простое, его надо доказывать. Давайте я сейчас, давайте я сейчас, сейчас мы ее переверну, или сотрем отсюда, да, вот, и его обсудим. Давайте я вот эту таблицу сотру, мы ее уже поняли. Вот. Значит, смотрите. Что нам на самом деле нужно сделать? Сейчас я открою некоторый секрет, что, когда мы пытаемся делить, достаточно научиться вот так делить только. Вот этого достаточно, достаточно один делить на А. Достаточно один делить на А, ибо тогда, смотрите, если для любого А есть обратный к нему, который при умножении на него дает эгницу, если, да, то тогда В разделить на А можно представить как В умножить на один деленный на А, а этот уже существует. То есть нам, в общем-то, не нужно все на все пытаться делить, нам достаточно научиться на все числа делить единицу. Если мы научимся, если для каждого числа будет обратный, который при умножении на него дает единицу, то все будет хорошо. А если не будет, то уже единицу мы не умеем делить, значит, уже все плохо. То есть вопрос, что действительно ли всегда можно, при каких вот этих вот числах, да, можно всегда найти обратный. Ну и достаточно понятно, что если П непростое, если у нас, ну точнее, если вот М равно, скажем, К умножить на Л, то ничего не выйдет. Но давайте это строго докажем. Давайте строго докажем, что мы не сможем обратить некоторые из чисел, из остатков, если было непростое число. А вот почему можно обратить любое, если мы исходим из простого, это более сложное утверждение, про которое чуть позже я тоже скажу. Но пока давайте вот это. Смотрите, что бы означало, что 1 делить на К? У нас К, да, вот этот К, это число меньше, чем М. Мы разложили, М на множители, ну, естественно, имеется в виду, что не тривиально, не М умножить на 1, а какое-то реальное, там, реальное, ну, например, 10 равно 2х5, да? А, значит, я утверждаю, что вот такое число не будет уже существовать, точно не будет. Почему? Ну, давайте от противного, да, докажем? Попробуем от противного доказать. 1 на К равно Х. Тогда Х умножить на К равно 1 в очках калибра М, правильно? В очках калибра М. Давайте расшифруем утверждение, что какое-то число равно какому-то другому в очках калибра М. Что оно по определению означает? Ну-ка, кто скажет мне, что это означает? Что они равны в очках калибра М. Ну, скажем, в очках калибра 10, 3 равно 13. Почему? Остатки отделения. Остатки отделения, да? А если остатки одинаковые, да, отделения на М, то какой остаток у разности между ними? А что значит остаток равен нулю? Значит, делится на целую, правда? То есть, иными словами, если бы существовало среди остатков по модулю числа М какое-то число обратное к К, а К, я напомню, К, это множитель числа М. Если бы к нему оказался какой-то обратный, то, ну, это я просто переписываю предыдущее равенство. Вот. И это предыдущее равенство на языке обычных чисел означает вот это. Ну, тогда, что значит делиться? Значит, можно разделить, то есть, это значит, что М умножить на какое-то И. Понятно? Пока все согласны, да, пока? Я пока веду некое рассуждение, да? А теперь смотрите, что происходит. Единичка, я перекину сюда, Х умножить на К минус М умножить на У оказалось равно единице. Согласны? Это я просто сделал перекидывание. Спасибо. Но я вспоминаю, что М это К умножить на Э. И поэтому здесь написано ХК минус КЛУ. Я выношу К за скобку и это должно быть, внимание, равно, как вы вспомните, единице. Получилось, что единица делится на какое-то целое число. Причем не отривиальное. Мы договорились, что М равно Х умножить на Э и ни один из них не равен единице. Это положительный физ. Понятно, да? Ничего не выводит противоречия. Единица ни на что не делится. А значит, это разница невозможна, значит, невозможна это, значит, невозможна это, значит, невозможна это. Следовательно, никакого обратного числа у Ка быть не может. А значит, болями могут быть только те, где П простое. И остался только вопрос, а почему же они все-таки болят? Вот это действительно более сложный вопрос. Более сложный вопрос. Давайте я сотру. Ну, видео оно осталось, но потом, если что, пересмотрите. Вот, советую, кстати, потом пересмотреть, да? Чтобы лучше, ну, усвоить, да, все это. Вот, просто пересмотрите лекцию. Вот, а мы перейдем к тому случаю единственному, когда действительно мы не можем провести это рассуждение, не можем мы его провести, когда никакого такого разложения нету. То есть, когда число М это простое число, которое мы назовем П. Итак, к чему же сводится попытка? Так, у нас сколько, я должен следить за временем, сколько у нас время, да? Десять минут. Десять минут. Значит, сейчас мы сведем к некоторому утверждению. То есть, вот я хочу сказать, что всегда существует, всегда есть один делить на А. Если П простое. То есть, что я здесь написал, что если П простое число, то для любого остатка от деления на П, А, это какой-то остатк, делить на А, какой угодно. И вот для любого остатка мы можем найти тот, который при умножении на него даст единицу. Давайте просто поймем, к чему это сводится, доказывать не будем, но, так сказать, вот это, чтобы четко осознать, что это будет означать на языке обычных чисел, обычных равенств. Что это означает? Это означает, что я ищу решение уравнения, такого в кавычках уравнения, что x умножить на А равно единице, только равно в очках калибра П, правильно? Я должен отыскать такой x, чтобы при умножении на А давался остаток единицы при делении на П. Ну, как и выше, это все, это означает, что x А минус 1 делится на П, правильно? Или, иными словами, x А минус 1 равно П умножить на У, да? То есть, я ищу, на самом деле, два числа, два числа x и y, такие, что x умножить на А минус У умножить на П равно 1. Вот это базовое такое, самое основное уравнение, которое в мат-школах всех решает, в мат-классах, там, 9-й какой-нибудь класс. Вы 8-й пока вам еще может быть рада, но вы это будете решать скоро. Можете уже сейчас начинать. Для любых двух взаимно простых чисел, а если у меня А это остаток на П, который не нулевой, то А и П, естественно, взаимно просты. У них не может быть общих делителей, ну, у П просто их нету, да, у самого П, только оно единица. Оно, соответственно, не делится на П, значит, у этих двух нет общих делителей. И вот это вот такое базовое фундаментальное арифметическое свойство. Если взять два числа, которые взаимно просты, не имеют общих делителей, то можно их снабдить кратностями, которые при разности дают единицу. Это самое главное утверждение арифметики. Из него следует основная терема арифметики о разложении на простые множители. О том, что разложение на простые множители единственное для любого числа. И это все отсюда. И отсюда же, как мы видим, выводится, что всегда есть вот этот вот один делит на. И поэтому всегда именно поле у нас. Хорошо, а вот теперь я все-таки доказывать это не буду. Вместо этого расскажу вам, как отсюда выводится теорема Херма. Вот. Но я нарисую таблицу. Что я должен доказать? Я должен доказать, что какое бы число а не взять, вот это вот делимся на p. И что то же самое, я могу это вот так написать. Смотрите, мы теперь с вами прошаренные, мы можем писать уже более экономно. a в p это равно a по модулю p. То есть тот же остаток, то есть тот же остаток. a следует на p и a ждет тот же остаток. Теперь смотрите, если a делится на p, если a делится на p, то тогда и слева, и справа будет число ноль на самом деле, потому что при делении на p a дает нулевой остаток, но естественно, если много раз а перемножить, то тоже делимость на p никуда не делится, будет тоже ноль. Поэтому интересный случай, когда a не делится на p. если a не делится на p, тогда на самом деле я докажу вот такое утверждение. Из него это будет сразу следовать умножение на a просто. Вот, но значит, вот это, кстати, иногда вот эта вот формулировка малой теоремии вот именно такая, что если a не делится на простое число p, то a в п минус первой степени всегда дает остаток 1 при делении на p. Ну, это такой исключительно странный результат, то есть, вот если вы возьмете, например, число 13, и возведете вот все вот эти числа, все вообще, все подряд, которые есть остатки от деления на 13, все возведете в 12 степень. Это все будет единица, вот все определение на 13, эти все числа будут давать единицу. каким-то удивительным образом, можете просто взять калькулятор и прям проверить. Но если, например, это было число не 13, а 101, то проверять все 100 чисел от единицы до 100, что они в сотой степени дают остаток 1 при делении на 101, довольно затруднительно, а тем не менее, это верно, это удивительная такая теорема, малая теорема фирма. Ну, вот смотрите, что на самом деле мы будем делать. Значит, главное наше утверждение оно легко выводится из вот этого равенства, что если А и Б не делятся на Б, то их произведение тоже не делится на Б. Возможно, вы даже слышали в каких-то младших классах его как некий постулат. Вот оно утверждается, но не доказывается. Это утверждение, оно не простое, оно выводится все из того же вот уравнения, которое надо уметь решать. И оно не очень простое, оно верно действительно для любого простого числа. То есть произведение двух чисел, не делящихся на какое-то простое, не может быть кратным этому простому. Это простое не смогут за скобки вынести. Да, это если мы знаем основу тереобиатметики, что тогда можно к ней, на нее сослаться. Но если мы ее не знаем, а мы ее как бы изначальники не знаем, то ее надо доказывать как бы с нуля все равно. То есть, как ни крути, на самом деле, к этому вот равенству, без этого равенства ничего нельзя сделать, его надо доказывать. Но у меня на самом деле куча про это видео, в том числе уроки, 100 уроков математики на сайте «Дети и наука» с 11 по 15 вот уроки, возьмите просто там 13 может быть основной тереобиатметики доказано. Ну вот, а сейчас мы просто будем пользоваться этим вот утверждением. Что если два числа не делятся на п, то и произведение тоже не делится на п. То есть можно, на самом деле, это означает, что можно сокращать. Тут, например, тут что было написано, что а умножить на а в п минус 1 минус 1 делится на п. И известно, что это не делится на п. Значит, это должно делиться на п, иначе не получится в произведении не получится делимости. Поэтому, на самом деле, это и это эквивалентное утверждение. Ну вот, теперь смотрите. Вот а, это какой-то остаток при делении на п, правильно? Он в таблице умножения, как тут будет все выглядеть? Давайте посмотрим. Вот у меня таблица умножения, вот единица, вот двойка, вот тройка и так далее, до п минус 1. Что я здесь увиду? Я увижу здесь а, правда? Здесь я уже увижу 2а или 2а минус п, в зависимости от того, а меньше, чем п пополам или больше, чем п пополам. Ну, в любом случае, будет там, как бы, понятно, что это будет то же самое число, которое дает, ну, как бы, вот это число будет давать тот же остаток, который будет. Вот Якович, вот этим все записываю, последнее будет по 5 с 1. Нужно. И вот, что важно понимать. В силу вот этого свойства, в силу возможности сокращать равенство, все эти остатки будут различными. так же, как вот с пятеркой, когда мы их написали, например, в строке номер 2 были 2, 4, 1 и 3. Пределение на 5. То есть, все 4 остатка были разные, они все были перестановкой просто исходных остатков 1, 2, 3, 4. То же самое будет здесь. Если п простое число, два разных остатка не могут быть одинаковыми, потому что иначе бы их разность делилась на p, правильно? Их разность бы иначе делилась на p. Но их разность это, ну, например, 4а минус 2, а это 2а просто, да? А там 5а минус 3, ну, минус 3а тоже 2а, 7а минус 1а, это 6а. То есть, их разность это тоже где-то в этой строке лежит. И если бы они давали какие-то два одинаковые остатки, это значит, что какая-то кнопочка, где-то здесь был бы остаток 0. То есть, делимость на p. А это невозможно, потому что ни а не делится на p, ни вот этот вот остаточек не делится на p. То есть, мы имеем, что раз они все не делятся на p, значит, они все различны еще к тому же. Надо же добить доказательства. Вот. А тогда, а тогда, а тогда давайте их перемножим просто все один на другим. 2а, 3а, и так далее на p минус 1 умножить на а. Вот взял и перемножил. А теперь перемножил 1 на 2 на 3 и так далее на p минус 1. Как называется это, А, это p минус 1 актериал. Вот смотрите, я утверждаю, что это одно и то. Ну, одно и то же, конечно, в очках, в очках, по моду любые, а не просто там, да? То есть, одинаковые остатки, да? А почему? А потому, что это просто те же самые, в другом порядке. в этой строке лежат те же числа. Ну, как с этой, с двойкой, да? 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4, а тут 2 умножить на 4 умножить на 1 умножить на 3. Хорошо. Но с другой стороны, здесь что написано? Я же могу по-другому их перегруппировать. И что у меня получится? В какой степени? А. Отлично. Ровно в этой, которая нужна. А дальше что останется? 1 умножить на 3. Нет, здесь одно и то же А, а вот остается, что осталось, когда я А вынес из всех скобок? А тут тот же А, который остается. То есть, получается, смотрите, мы доказали, что вот это число равно А в П-1 умножить на это же самое число. Но П-1 в материале не делится на П, потому что все вот эти 1, 2, 3 и так далее не делились на П. А значит, можно сократить и получить, что единица равно А в степени П-1. Все заказано. Вот уже, это уже, на самом деле, магия математики дальше. Вроде ничего не делали, а доказали очень сложный результат. Итак, давайте рассмотрим такой сюжет. Вот театр, был театр такой, да? В него зашли все и в гардеробе сдали пальто. До зима. Вот. Вот номерки, первый, второй, третий и так далее. Ну и, я не знаю, сотый, либо, какой-нибудь. Допустим, сто мест. Коронавирусское ограничение, да? Сто мест. Вот. И вот это самое заходит. Там гардеробщица, все, значит, свое пальто повесили и пошли в театр. А дальше гардеробщица ушла попить чайку. Пришел некий шутник. И вот у шутника на руках программы действия, которую он сгенерировал случайным образом. В программе написано, что пальто, которое висит на первое, нужно перевесить на первое. Со второе на третье. А с третьей, например, на 78. Ну и, короче говоря, у него программа полная. Вот она описывает, как ему здесь нахулиганить. Вот. И условия, правила игры такое, что ни одно пальто не валяется на полу после его действия. То есть каждая куда-то была перевешена. И ни на одном крючке не висит два пальто одновременно. То есть действительно выглядит все ровно так же, как в начале, с точки зрения гардеробщица. Иначе бы она сразу увидела, что что-то не так. То есть она заходит, она не помнит, как они висели, но в данный момент она видит сто крючков и сто висящих пальто, каждое на своем крючке. Ну или на четвером крючке. Дальше приходят посетители театра после спектакля. Какова вероятность того, что кто-то, хотя бы один, получит свое собственное пальто? вопрос понятен, да? Давайте порешаем некоторое время, потому что эта задача выводит на важнейшие конструкции в математике дискретной, которые называются перестановки, а если честно, группа перестановок, так называемая. что это такое, сейчас поговорим про это, пока не обращать внимательно слов группа, а слово перестановки это ровно это, то есть это когда, вот это, вот это называется перестановка, вот то, что сейчас написано, вот то, что сгенерировал комп, да, такая программа действий, она в математике носит название перестановки 9-символов. И мы, вообще-то если честно, я просто хочу вам рассказать, что такое перестановки, но просто так взять и рассказать это, наверное, не интересно, а вот если это связано с какой-то прикольной жизненной задачей, то это совсем другое дело. С еще одной жизненной задачей это связано, которую вы наверняка видели. Задача про игру в 15. Знаете, что такое игра в 15? О, отлично. Давайте, если не все знают, я расскажу вам эту группу, да, что вы слышали. То есть это вы покупаете в магазине, там, значит, квадратики такие, да, идут. Да, пятнашки, да, пятнашки. Вот, и они надписаны все. И их 15 из 16. 16 крепко пускаем. Разрешенное действие это перемещение, соответственно, этого квадратика, перемещение на пустое место, потом то, которое освободилось становится, значит, снова принимает ноб, ну вот, вы сидите и вот так вот играете. И, значит, эта история про пятнашки, ей примерно 150 лет. Примерно вот в конце 19 века в Штатах был некий зубной врач, склероз, я не помню фамилию, у меня в книге «Математика для гуманитарии» написана эта история. Я забыл фамилию. Короче, он, значит, придумал вот эту игру, да, и что же он, что он сделал? Он сделал очень умную вещь. Он задал всем некую задачу с призом, а потом наладил производство игры 15. То есть, первым делом, во всем мире, я постепенно и на другим странам распространилась, полная безумная лихорадка. Лихорадка заключается в том, что нужно было придумать способ вернуть все назад, если в конце перепутан порядок этих двух. То есть, если кто-нибудь, ну, понятно, кто-то вынул, вот физически вынул два квадрата, да, вырвал с корнем, и переставил их, и я вернул обратно, и теперь уже нельзя вырывать, нельзя, нужно только перемещать. И нужно, задача состоит в том, чтобы вернуть, вернуть на место, вернуть вот эту вот ситуацию разрешенными действиями. И началась пятнашечная лихорадка. Он обещал за это очень большую сумму денег, я не помню какую, но по тем временам это было целое состояние. И он обещал такую сумму любому человеку, первому человеку, который придумает, как это сделать. И все непрерывно играли в пятнашки, он одновременно наладил производство этой игры. Он продал огромное количество экземпляров этой игры, и сделал на этом во много раз больше, чем приз, который он обещал. А приз он никому так и не дал. Почему? Это позиция пятнашек не разрешила. Правильно. Потому что это сделать невозможно. И мы сегодня это докажем. Это будет еще один наш стимул. Все, как изучение переставало. Мы докажем, что это математически невозможно. То есть, понимаете, какая ситуация? Если вы изучаете какие-нибудь процессы в химии, в биологии или даже в физике, ну, на самом деле, вы никогда до конца не можете быть уверены в эксперименте. Вы там замеряете, как камень падает, а потом ветер падает по-другому. У вас нет уверенности такой, что вы можете положить голову на отсечение. Никогда. Ни в одной науке, кроме математики. А здесь можно быть 100% уверенным. Потому что есть математическое доказательство невозможности с помощью разрешенных действий переведения вот этой позиции отсюда сюда. Ну, а об этом чуть позже. У нас сколько... Вот сколько у нас времени, я просто что-то понимал. До двух. Пол-полчаса. Пол-часа. Отлично. Мы к этому вернемся, я думаю, что мы это успеем. А пока, значит, я хочу вернуться к вот этой, значит, ну, понимаете, перестановке. Значит, перестановка – это вот такая программа. Одна такая программа называется одной перестановкой. Значит, чтобы посчитать вероятность какого-то события, я не утверждаю, что мы эту задачу сегодня дорешаем. Возможно, у нас не хватит времени. Но я намечу примерно, как ее решать. Вы можете ее потом попробовать дорешать самостоятельно. Значит, давайте поймем вообще, что значит вероятность, как это понимать, что здесь как бы случайно. Вы, наверное, теория вероятности чуть-чуть у вас в школе была, да? Это отношение интересующих нас событий. Абсолютно верно. То есть нужно перечислить все перестановки, все программы, да, при которых остается что-то на своем месте, и поделить на... Ну, не перечислить, посчитать, сколько их, так? Извините, на количество. Конечно, программы. Значит, первое, это сложно, а второе, это просто. Сколько всего перестановок? Отличный, слушайте, какие молодцы. О, одно удовольствие работать, да, с таким коллективом. Итак, всего их 100 к тереалу. А вот сколько вот таких, это гораздо сложнее. Ну, давайте начнем, например, с того, чтобы для двух пальто. У нас в театре два зрителя. Какая будет вероятность? 50%. Потому что первая перестановка, это все стоит на своем месте, это программа такая, которая ничего не делает. Кстати, давайте сразу же так введем. Понятие ID. Это перестановка, которая является программой ничего не менять. Для любого N соответствующая перестановка существует и называется ID. В нашем случае двух, это вот такая, а еще не столько одна другая, это вот такая. То есть первый на второй, а второй на первый, тогда никто ничего не найдет. Хорошо. Давайте посмотрим теперь, если здесь 50%, давайте посмотрим на то, что происходит в случае, когда у нас три посетителя театра. Тут уже будет гораздо более все интересно, потому что у нас их будет сколько? 6. Программа будет 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Давайте попробуем их перечислить, исходя из какого принципа. Давайте посмотрим, куда перешла единица. Она может перейти либо в себя, и тогда остается ровно два варианта, как и раньше. Как мы считаем, что это инфактаряло? Ну, так, одного к другому, да, постепенно увеличиваем. То есть, если один вернулся на свое место, тогда либо эти поменялись. То есть, если один не поменялся в положении, то у нас два варианта для остальных. Если один поменял на два, то тоже два варианта для остальных, а именно двойка может пойти в тройку. И тогда тройке ничего не остается, как пойти в единицу. Или двойка может пойти куда? В себя, правильно, да. И тогда, значит, ой, стоп, еще подобного. В один. В один только. Два уже не может, мы не вешаем два пальпа на одно. Значит, соответственно, если один пошло в два, то первое, что два идет в три, а второе, что два идет в один. То есть, они друг друга меняются, а тогда три остаются на месте. И, наконец, если один переходит в три, то давайте тоже два варианта, а именно либо в один, и тогда три, естественно, в два, да. Либо, соответственно, у нас два. На этот раз действительно переходит в себя саму, то есть остается на месте, а тройка бежит в единицу. Какой процент успеха? Одна шестая. Нет, нет, я имею в виду вероятность того, что кто-то получит свое пальто. Не одна шестая, а он три. Сколько? Нет. Три внушки надо даже сделать. Больше? И третий. Четыре. Сто процентов. Я третий, вот годится. Вот годится. А вот годится и вот годится. И только две не годятся. То есть, здесь все нашли свое пальто, здесь первый, здесь третий, а здесь второй. А здесь и здесь никто не нашел свое пальто. Соответственно, вероятно, здесь равна две трети, здесь одна вторая, но ничуть не бывало, что следующее будет три четверти, это неверно. По-моему, неверно, в любом случае, окончательная формула будет совершенно другой, вовсе не минус один третий на n, а гораздо более сложной. Но, может быть, мы к ней чуть позже перейдем. Пока я хочу сказать, что перестановками, для перестановок есть очень важная операция. Называется выполнение одно за другим. То есть, предположим теперь, что КПК-гардеробщица гуляла, сюда успело зайти два шутника. Каждый из них имел свою программу на руках. Теперь уже не важно, сгенерирована или нет. То, что она случайно сгенерирована, было важно с точки зрения вероятности, мы хотели считать. Когда мы вернемся к этой задаче, мы попробуем понять, как ее можно было бы решить. Вот, а значит, сейчас мы рассмотрим просто двух шутников с двумя разными программами. И вот один пришел, все по своей программе сделал, а потом пришел другой. Там Ваня, например. Пришел Ваня и перевесил пальто в соответствии со своей программой. Потом пришел Гена, он не знал, что Ваня здесь побывал. Ну, естественно, не знали, там, какие, чьи пальто, никто не понял. Но видишь, что КПК-гардеробщица нет. И решил тоже похулиганить. Ты тоже перевесил, все. А потом мы представляем себе ситуацию, как бы, вот все разворачиваем во времени назад. К тому моменту, когда никакого жутника не было. И теперь запускаем первым Геном, а вторым Ваня. То есть был Ваня, потом Гена. А теперь мы все запустили назад. Теперь Гена, потом Ваня. Вопрос. В результате, разное или нет будет состояние пальто на вешалках? То есть итог будет, разный или нет? Я имею в виду, не для какого-то отдельного пальто. А для вас разный. Разный. А вы это знаете, да? Или вы догадываетесь? Если у них программы не менялись, или цены не... Если они действовали по одной программе, то будет, конечно, одно и то же. А вот если они действовали по-разному, то может быть, что будут разные. Давайте приведем пример. Даже уже здесь можно. Вот здесь привести пример, конечно, не выйдет. Слишком простая ситуация. Как говорят, группа перестановок на двух символах коммутативна. Это умные, научные слова. А в человеческие я имею в виду следующее, что композиция... Выполнение одного за другим перестановок здесь, независимо от того, какая первая, какая вторая, приведет всегда к одному и тому же результату, как и наоборот. А вот здесь уже нет. И самый первый пример это такой вот. Я вот эту вот, 2, 3, 1 беру. И выполняю вслед за 1, 2, 2, 1. Можно было бы еще больше, можно было бы просто две перестановки. Две перестановки на двух символах. Ну давайте вот эту вот. Посмотрим, что у нас произойдет в одном и в другом порядке. Значит, теперь внимание. Есть некое странное правило, которое, однако, используется абсолютно во всей современной математике. Во всей. Что преобразование выполняется справа налево. То есть если я напишу, если в книге вы видите F композиция с G, то это всегда означает, что вначале применяется G, а потом F. А F уже к результату применения G. У вас чуть-чуть про функции уже говорили, да? Можно подставлять. Так вот здесь, это как бы на самом деле надо понимать как функцию просто на N символах. В данном случае функции на трех символах себя. Вот. Но такая особая функция, хорошая, которая взаимоднозначное соответствие. То есть разные элементы в разные переходят. Ну и вот давайте просто проверим, что у нас произойдет с единицей. Ну и вообще вычислим оба результата просто. Вычислим и то, и то, и другое. Значит, итак, куда должно пойти пальто, которое висело на первом крючке? Оно поехало на второй крючок, да? Дальше пришел этот. И со второго крючка? На третью. На третью. Вот если в этом порядке, то один-два, два-три. Значит, соответственно, сел на третий, да? Второй куда поехал? Он поехал на первый крючок, а с первого по обрату на второй прыгнул. Так. А третий, здесь он не менял своего состояния, а здесь его перевесили на первый. А если это, значит, когда вначале Гена потом Ваня, теперь наоборот. У нас Ваня вот, а Гена вот. По Ваниной программе первое пальто перевесилось на второе, а второе по Гениной на первое вернулось. То есть первое, на самом деле, вернулось на первое. Видите? Другой результат. Уже ясно, что другой, потому что достаточно для равенства двух преобразований, да, требуется, чтобы они были равны на каждом элементе, да, чтобы результат их применения был один и тот же на всех вообще элементах. И, наоборот, чтобы преобразования считались разными, нужно, чтобы хотя бы один элемент они перевели в разные места. И вот мы уже знаем, что элемент номер один, то есть пальто с первого крючка, здесь оказалось на третьем, а здесь на своем первом. Значит, это уже разные две программы. Ну, давайте засчитаем. Второй пошел в третью, а здесь? Так на третье остался, да? Третий пошел в первую, а потом переместился, не перелировал на вторую. Вот. Вот такие результаты. Получились разные результаты. Это очень важное понимание про перестановки. В перестановке нет правила перестановочности, да? В перестановке не перестановочной. Или, как правильно сказать было бы, не всегда перестановочной. Иногда перестановки вполне себе перестановочные. Например, 1, 2, 3, 1, 2, 3, понятно, что с кем угодно перестановочный, потому что тут ничего не меняется. И если я ничего не изменил, а потом что-то сделал, то это то же самое, что вначале что-то сделал, а потом ничего не изменил. Но вот и менее тривиальный вот такой пример. Вот смотрите, я вот такие взял, 1, 2, 3, 2, 3, 1 и 1, 2, 3, 3, 1, 2. Вот я утверждаю, что в обоих случаях будет один и тот же результат, причем результат этот будет нейтрализирующим. То есть эти две, они друг друга нейтрализуют, они обе равны, давайте посмотрим, почему. Единица куда перешла? Вначале 3, потом 1, а здесь 2, а 2, а тут 3. Ну и ясно, что тройки тоже останутся, то есть ID. Значит, вот это вот первый случай, когда мы всегда знаем, что они будут перестановочными. Если они взаимно обратно выберут, если одна нейтрализует вторую, то вторая по очевидным общим причинам, если вы некоторое время подумаете над тем, что происходит, да, то вторая будет тоже нейтрализовать первую. То есть они, если в одном порядке нейтрализуют, то в другом тоже будут нейтрализовать. Но есть и более сложная ситуация. Сложная ситуация такая. Если некоторая перестановка, например, вот пусть пальто было 5, я смотрю вот такую перестановочку. Эта перестановка, когда я по циклу все пальто аккуратно сдвинул, а то, которое уехало за предел, я его вернул на первый крючок. Вот такая перестановка, вот если ее давайте обозначим за сигма, а за сигма в квадрате обозначим, ну, выполненную ее и сразу за основу ее. Тогда это значит, что я как бы на два такта переместил пальто, а эти два сюда. А сигма в кубе, соответственно, на два такта и еще на один такт. Сигма в четвертый четыре раза. Вопрос на понимание, а что такое сигма в пятый? А, молодцы. Айди. Это значит, что все вернулось на свои места. И вот в этом случае они всегда друг с другом будут, всегда любые такие друг с другом коммутируют. Ну, там, например, два сигма в квадрат, сигма в первый будет равно сигма в первый на сигма в квадрат. Почему? Потому что здесь написано сигма на сигма после сигма, а здесь написано сигма после сигма на сигма. А вот так вообще всегда верно. То есть, если я не меняю порядок, а только расставляю по-разному скобки, то, что называется в поле сочетательный закон. Вот он верен и для перестановок тоже. И это некая, может быть, самая важная информация вообще про функции. Любые отображения, вообще любые отображения удовлетворяют, подчиняются вот этому сочетательному закону. И это связано с тем, что вы просто попытаетесь понять, куда перейдет какой-то элемент. И здесь, и здесь он просто пробежится по аж, тау и сигму в квадрат. Ровно в этом порядке, ни по какому другому. Поэтому от расстановок скобок вот такого вида не меняется ничего. А значит, и степени друг с другом всегда будут коммутировать. То есть, когда я вторую степень перестановки взял, и потом первую, или наоборот, первую, потом вторую, будет один и тот же результат, будет третья степень перестановки. То есть, вот у нас уже получаются такие отдельные наборы программ, наборы, которые, какие не выполняют друг с другом здесь, будут в том же самом кругу вертеться. Это всегда будет циклический сдвиг на некоторое количество символов. Фактически, они себя ведут как остатки по модулю 5, в данном случае. Вот это вот конкретные 5 перестановок, а именно ID, сигма, сигма квадрат, сигма квадрат, сигма квадрат, сигма квадрат, сигма квадрат и сигма четвертая, это просто остатки по модулю 5, они себя ведут так же. Здесь я должен был бы сказать страшные слова, изоморфизм групп, но не буду их произносить. Я всегда мечтал на этой сцене сказать слова изоморфизм груб, но я этого не сделаю. Это самое противоречивое утверждение. Хорошо, мы познакомились с перестановками. Перестановки можно друг с другом выполнять последовательно. И эта операция обладает свойством вот таким. Она обладает свойством, что есть некая перестановка, не меняющая ничего, в каком бы порядке не выполнять. Это I1. И еще, что для каждой перестановки есть возвращающая назад. Обратная E, перестановка. Ну, совершенно понятно, как написано. Просто изучаю, куда пошло это пальто, и теперь пишу, чтобы оно вернулось назад. Так вот, вот это и называется словом группа. Потому что сейчас я сказал, что множество является группой. Вот до этого вы просто знали, что есть некое множество, в котором это повторяло элементов. Это все такие программы. А я вам говорю, что это не просто множество, это группа. То есть, что можно их друг с другом спаривать в любом порядке. И в принципе, время от времени это будут получаться разные результаты в зависимости от направления. Ну, от порядка спаривания. Но что всегда верно, это что вот это закон верен, ассоциативность. То есть, верен закон нейтрального элемента, что существует нейтральный элемент, который с кем не спариваем, ничего не меняется. И для каждой перестановки есть обратная, которая ее нейтрализует. Вот это три аксомы группы. Все, вы сегодня познакомились со словом группа. Все, больше оно от вас никогда не туда не будет. Отныне и навсегда. Самое центральное понятие современного тематика. Понятие группа. Вот. Значит, поздравляю, вы теперь знаете, что это такое. Так вот, Аль, я хочу рассказать, сколько осталось времени? Десять минут. Двадцать, пятнадцать. Вот. Значит, во-первых, я хочу сказать, ну давайте я вот эту задачу про перестановки все-таки я обещал. Та более сложная, а вот про перестановки, ой, про пятнашки. Про пятнашки давайте добьем. У перестановки есть еще супер важное понятие. Оно называется четность. Что такое четность? Деликость на два. Не совсем сложнее. Это чисел четность, деликость на два. А здесь... Но, 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 что такое чисел четности? Это по тексту. Нет, здесь тоже непонятно, что это обещал. Сложнее. Хитрее. Нет, хитрее нет. Угадать нельзя. Честно, угадать просто нельзя. Сейчас я просто расскажу. Рассмотрим любую перестановку. Ей соответствует некая, значит, некая четность, которая, ну, действительно бывает либо четной, либо нечетной. Значит, теперь что это такое? Я ввел нижнюю строку и считаю количество пар, в которых в неправильном порядке стоят символы. То есть в обратном порядке. Ну, вот, например, 2, 1 это и обратный порядок. А 2, 4 это правильный порядок. 2, 5? Правильный. 2, 3? Правильный. 1, 4? Правильный. 1, 5? Правильный. 1, 3? Правильный. 4, 5? Правильный. А вот 4, 3? Неправильный. Оставшийся пар 5, 3 тоже стоит в неправильном порядке. Их 3, а вот у этого числа я уже измеряю четкость. То есть смотрите, как хитро. Вы должны внизу выписать все, в данном случае, 10 пар. А в общем случае, кто скажет, сколько пар, если я на символу? 2. 2. 1, нет. Н, нет. Патериал. Нет. Ну-ка. Кто первый? Да. И как это будет по-другому? Н, Н, минус 1. Да, это должно быть вот такое число. И это на самом деле, если честно, N на N минус 1 пополам. Оно же C из N по 2. Помните, биномиальные коэффициенты у вас наверняка были, да, уже? Вот, это биномиальный коэффициент второй, количество пар. Потому что, смотрите, это количество пар, да, количество пар из N. Как раз C из N по 2. Почему это N на Н минус 1 пополам? Потому что первый элемент я могу выбрать любым способом из N, да? А партнера ему добавить любым из оставшихся N минус 1 способом. Но это не совсем правильно, потому что я два раза каждую посчитал. Я могу третью вначале выбрать, а потом добавить к ней пятый, да? И будет пара 3-5. А могу вначале выбрать пятый, а потом к ней добавить третью, и это будет та же самая пара 3-5. И поэтому вначале я вот когда посчитал время умножить на N минус 1, я посчитал просто двое больше, чем у нас. Значит, тоже поделить. То есть вот это число будет. Ну вот сейчас я сделаю для 15, что нам пригодится чуть позже. Это будет 15 умножить на 14 пополам, то есть 105 пар. 105. Для любой перестановки на 15 символах... Разве не надо 14 на 13? Нет, здесь именно... Нет, смотри, можно как сказать, просто берешь любую из 15, и потом... Да, нужно считать пары, но первый элемент можно выбрать 15 разными способами. Их 15. А второй, соответственно, 14. Ну и дальше пополам. Нет, ну с суммой немножко тут вот есть, сумма до N минус 1, то это N минус 1 пополам. А если бы сумма шла до N, то это N минус 1 пополам. С из N подб, это именно от 1 до N минус 1. Ну, в общем, тем не менее, это можно как-то легко проверить и посмотреть, какое количество неправильных порядков. Четное или нечетное. Согласны? Да, но вот можно это проверить. Вот. Значит, важнейшее утверждение, которое, впрочем, для доказательства про перестановку мне не понадобится, но, тем не менее, вы должны его просто сейчас, может быть, услышать, состоит в том, что если я четную перестановку выполнил после нечетной, как вы догадываетесь, будет такая? Нечетная. Четная, а потом нечетная? Нечетная. Нечетная. Нечетная, а потом нечетная? Нечетная. Да. То есть они ведут себя, как четничество сложения. Композиция в любом порядке, любых двух четных или любых двух нечетных перестановок, выполнения один за другим, приводит к четной перестановке. А выполнение в любом порядке четной и нечетной всегда приводит к нечетной. Это трудное утверждение. Вы не должны сейчас считать, что это очевидно. Это не очевидно совсем. Это нам доказывается, доказательства проходят через целую наулку про то, как раскладываются там композицию транспозиций, что транспозиции соответствуют четной и нечетной сочи. Это на самом деле не важно. То есть я это сейчас делать не буду. Просто учтите, это удивительный совершенно результат, что при композиции четной и нечет складывается, как будто они действительно настоящие четные и нечеты. А вот я сделаю другое. Я вам покажу про 15. Итак, стираю немножко лишнего материала. И вот что мы с вами сейчас сделаем. Мы сейчас по любому расположению квадратиков внутри игры сопоставим некоторую перестановку на 15 символах. Но вот не прямо такую подряд, а чуть-чуть сложнее. А именно, ну на примере покажу и будет понятно. Ну, например, у меня такая 2, 15, 11, 3, 4, 8, 7, 6, 9, 1. Чего не хватает? 12 не было, да? Пятерки не было. Десятки не было. Еще чего? Тринадцати не было. И четырнадцати. Ну вот, отлично. Я просто отбалды там накидал, да? Так вот, сопоставляется вот такая перестановка. То есть я прохожу их змейкой. Змейкой. То есть я беру 1, 2, 3, 4 и так далее, 15. И внизу пишу 2, 15. Ну, давайте, эта строка вообще мне на самом деле не важна совершенно. Понятно, что над ней стоит эта строка. А я, по сути, пишу 2, 15, 11, 3, 6, 7, 8, 4. Дальше опять сюда. 9, 1, 12, 5. 14, 13, 10. Вот такое сопоставление. То есть я каждому состоянию доски ставлю в соответствие некоторую вот такую перестановку из 15 символов, которые получены перечислением змей. А теперь вопрос. Что происходит при выполнении разрешенных действий? Например, если я опять спустил вот сюда вниз. Что произошло с этой перестановкой? Ничего. Потому что было 12, 5, 14. И теперь будет 12, 5, 14. Дальше. Если я 14 направо. Ничего. Опять ничего. Налево, если бы было, то уже очевидно ничего. То есть в строках ничего. По вертикали иногда ничего. А вот иногда чего? Например, давайте представим себе, что вот я... Сейчас я, значит, давайте сдвину их вот так, чтобы у меня внизу то же самое было. То есть здесь 13, здесь 14, да? У меня та же самая. 5, 14, 13, 10, да? А вот теперь давайте изучим, что произойдет, когда единица прыгнула вниз. Ну, 9, 12, 5, 14, 13, единица 10. Да. 9, 12, 5, 14, 13, единица 10. Куда делась единица? Либо переместилась на... Вот сюда. Правильно? Согласны? Сколько она перепрыгнула символов? Ровно 4. А кто сказал четное число? Это важно. Потому что если бы это было здесь, это было бы не 4, а 2. А если бы здесь, то 6. Но вы никогда не выдумываете ничего, что привело бы к перескативанию через нечетное количество символов. Согласны? Здесь уже опять пахнет четность и нечетность. Правда? Да, поэтому 14, 15, 10 примерно нечетное. Все, да. Вот, собственно, и все. То есть, смотрите, при всех разрешенных действиях... Вот здесь немножко сложнее, потому что нужно понять, что именно четность действия. Вот я утверждаю, что четность не меняется у самой перестановки, которая внизу. Вот это вот количество пар, которые стоят в неправильном порядке. Давайте посмотрим, какие пары будут стоять... До этого у меня был вот этот порядок. Теперь у меня... Давайте я выпишу все, что задействовано этим изменением. Вот было вот так, да? А стало... Ну и 9 до этого, да? А теперь стало 9, 12, 5, 14, 13, 1, 10, да? Значит, у меня вот эта вот задействованная группа лиц... Вот эта группа лиц, вот эта чертная группа лиц. Дальше. Любые пары, которые не включают число 1, очевидно, как были, так и остались. Правильно? Они стояли в том же порядке. Если они были включены в список нечетных, значит, они по-прежнему включены в список. Ну, в смысле, неправильный порядок стоявший. Теперь вопрос, что у нас меняется? Меняется, соответственно, только с единицей. Все только с единицей меняется. Но единица в паре с любым предыдущим ничего не изменилась. То есть, например, 3, 1 было неправильно, 3, 1 тоже будет неправильно, да? 1, 10 было правильно, 1, 10 тоже будет правильно. То есть здесь меняется только расположение единицы с вот этими четырьмя. А вот с ними оно меняется обязательно с каждым. Там, где было четное, станет, ну, в смысле, там, где был правильный порядок, там обязательно станет неправильный. А там, где был, ну, здесь с единицей я, к сожалению, не могу выдумать неправильный порядок. Но если бы здесь было какое-то другое число, например, 7. 7, 12 было, стало 12, 7. А 7, 5 было, стало 5, 7. То есть там, где шли в правильном порядке, будут идти в неправильном, а там, где шли в неправильном, будут правильным. Но это значит, что на каждом шаге к четности этого числа прибавляется или отнимается единица. А у нас четное количество раз. Четное количество раз прибавило или от нее ручно. Все, значит, изменения сократятся. Четное количество раз совершили прибавление или отнимание единицы. Четность числа не поменялась, а следовательно, ни при каких разрешенных действиях не меняется четность полученной нами перестановки. Ну а теперь уже действительно очевидно, потому что здесь у нас 1, 2, 3, 4, 8, 7, 6, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 13, а здесь все вот это то же самое, а в конце 15, 14, 13. И единственное отличие состоит в том, что появилась пара, которая была в правильном порядке, стала неправильной. Все остальные пары, которые были правильными, остались правильными, а все, которые были неправильными, остались неправильными. Это означает, что задача, которую вам поставили, это задача и не туда, не знаю куда, и не то, не знаю что. Потому что вам разрешенными действиями не получается менять чётность вот этой перестановки с густрофидоном, как говорят, видите, построенный вот этой змейкой. А при этом начально и конечность различается. Всё вам, это значит. Коротко, кто показывает готик? Да. Вы построили вариант. Я одно время возил с собой игру. И когда я в поездах, ну, чаще в поездах, в самолётах обычно не успеваешь поговорить, но в поездах часто бывает. Много времени, можно поговорить с соседями, кто из них там сомневался в силе математики, я им говорю, сейчас я покажу вам, что мы волшебники. Давал игру, я говорю, лучше поменяйте. Ну, типа, я знаю эту игру. Но про задачу мало кто знал. То есть игру знают многие, а про вот эту задачу почему-то уже немногие. И я говорю, ну поменяйте, почему не получается поменять. Ну поменяйте, покажи, как же это будет. Как невозможно? Как невозможно? Математически. В принципе, вообще никак. Как можно доказать, что мы мало тренировались. То есть, на самом деле, ум обычного человека, не математического, он не может принять факт, что что-то можно доказать, что невозможно сделать. Потому что нигде, кроме математики, такой ситуации не бывает. Это только вот. И всё, играй сколько хочешь, ничего не делать. Так. Времени конец или чуть-чуть? Конец. Совсем, да? Да. Я хотел намекнуть, как это доказывать. Ну, как получать оценку. Там получится ответ будет 1-1 разделить на е. Где е это то самое число, которое вы знаете. Но не точно, а с некоторым очень точным приближением. То есть, не прямо в точности так, а с некоторым приближением. Но она действительно отдельная тема. Оставим её почти три. 1-1 е. Ну, если не ошибаюсь, то ли вот эта вероятность найти пальто, а эта вероятность и найти, то ли наоборот. То есть, в смысле, вероятность, что кто-то найдёт пальто. Или наоборот. Ну, что-то там очень красивая формула. Но давайте я вам просто оставлю эту в качестве офигенно сложного прогрения.